Здравствуйте! Это программа интервью с вами Ян Ермешов. Сегодня губернатор Александр Ус дал расширенный комментарий о ситуации с коронавирусом в крае, в том числе и об экономической обстановке. Глава региона прокомментировал меры поддержки населения и предприятий Красноярского края в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Напомню, с 6 апреля в крае был расширен перечень видов деятельности предприятий и организаций, которые могут возобновить свою работу при соблюдении всех условий, связанных с режимом самоизоляции. Но все же некоторые ограничения остаются. Сегодня глава региона, в частности, рассказал, на какую помощь могут рассчитывать те люди, у кого нет работы, и какие социальные выплаты обязательно будут сохранены. Также в своем выступлении Александр Ус остановился на том, какие меры поддержки уже предусмотрены в край и на уровне федерации для малого и среднего бизнеса. Мы предлагаем вашему вниманию полную версию комментария главы региона. Уважаемые красноярцы, дорогие мои земляки, прежде всего я хочу поздравить вас с одним из самых значимых праздников православия – Днем Светлой Пасхи. Я обращаюсь ко всем, поскольку исхожу из того, что все мы в нашем крае живем в большой дружной семье, где представители разных конфессий с большим уважением относятся к верованиям, традициям и праздникам друг друга. Так получилось, что эти праздничные дни пришлись на очень сложный для всех нас период, и сегодня коронавирусная инфекция подтверждена у более чем трех сотен наших красноярцев. Судя по всему, их число будет увеличиваться ежедневно и расти неопределенное количество времени. Очень большое напряжение испытывает и наша экономика. Именно о ней я хочу рассказать несколько подробнее. Назову вам несколько цифр. Если такая ситуация сохранится в течение по меньшей мере трех месяцев, то объем произведенной продукции и услуг в Красноярском крае за шесть месяцев сократится на 5-10%. Это очень существенный, значимый показатель. Буквально две недели назад на учете в службе занятости у нас находилось порядка 10 тысяч красноярцев, а именно точнее 9800. Теперь их количество увеличивается на тысячи и более практически каждый день. О нашем бюджете. Как известно, бюджет Красноярского края считался и по-прежнему считается одним из наиболее устойчивых в нашей стране. По его основным параметрам он ходил в пятерку лучших. Наряду с Москвой, Московской областью, Санкт-Петербургом и Татарстаном. Сегодняшние наши цифры выглядят так. 250 миллиардов по доходам. Но рассматривая различные сценарии, в том числе и негативный стресс-сценарий, мы исходим из того, что наш бюджет может недополучить порядка 25%, то есть одной четверти всех запланированных доходов. Это означает, что от многого нам придется отказаться. Красноярский край, к сожалению, не имеет каких-то специальных запасов, какой-то заначки. Этого не предусматривает федеральное законодательство. Но в то же время я уверен, что у нас есть все основания считать, что этот сложный, напряженный период мы пройдем с минимумом потерь. На чем основана эта уверенность? Сегодня правительство, по моему поручению, закончило разработку так называемого антикризисного плана. Он будет опубликован уже в течение этой недели и предполагает поддержку как непосредственного населения, так и наших предприятий. Прежде всего о людях. Они нуждаются в поддержке в первую очередь. Мы не можем допустить того, чтобы в наши дома, в нашей квартире перестало подаваться тепло. Мы не можем допустить того, чтобы начались отключения электроэнергии. Возникли какие-то сбои в работе жилищно-коммунальной системы или транспорта. Именно поэтому в рамках антикризисного плана особое внимание уделяется и будет уделено поддержке ресурсоснабжающих организаций. Кроме этого, мы должны предпринять все необходимые меры для того, чтобы поддержать людей, оказавшихся без работы. Сегодня пособие по безработице увеличено в полтора раза, причем оно будет выплачиваться в таком размере, вне зависимости от тех условий, которые привели к потере этой работы. И назначение пособий будет осуществляться в упрощенном порядке. Наше краевое законодательство предусматривает возможность поддержки тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Сегодня лимит финансирования на эти цели увеличен до полумиллиарда рублей, и около 35 тысяч наших земляков могут рассчитывать на получение поддержки из этого фонда. И еще об одном, о важном. Все вы хорошо знаете, что Красноярский край отличался прежде всего очень разветвленной и объемной системой разного рода льгот, разного рода выплат, субсидий, компенсаций, которые были связаны с жилищно-коммунальным услугами. Выплатами, которые адресовались многодетным семьям, инвалидам, ветеранам. На эти цели в бюджете предусмотрено порядка 26 миллиардов рублей. И несмотря на все сложности, которые мы испытываем, тем не менее, я считаю необходимым все эти средства сохранить в бюджете в полном объеме и направить гражданам. Теперь о поддержке предприятий, о поддержке так называемой деловой активности. Эти формы поддержки можно разделить на две группы, федеральные и краевые. Сегодня в федеральном правительстве завершается разработка перечня так называемых системообразующих предприятий. И если уточнить критерии, которые здесь действуют, мы исходим из того, что около 50 таких предприятий работает на Красноярском крае и могут рассчитывать именно на эту поддержку. Она будет осуществляться в виде льготного кредитования при государственных гарантиях. Что касается малого и среднего бизнеса, то здесь есть несколько форм. Прежде всего, так называемые налоговые каникулы, за исключением налога на добавленную стоимость и НДФЛ. Кроме этого, малый и средний бизнес может рассчитывать на снижение страховых взносов, а также на льготное кредитование при получении кредитов на выплату заработной платы. Наши краевые меры предусматривают несколько направлений работы. Но прежде всего, я хотел бы подчеркнуть, что перечень видов деятельности, применительно которым такая поддержка возможна, более чем в три раза шире, нежели тот перечень, который установлен сегодня на федеральном уровне. В чем конкретно заключаются эти меры? Это, прежде всего, снижение ставки налога для тех, кто работает на упрощенной системе налогообложения, а также на основе патента. Далее, это рекомендация муниципальным образованием снижать ставки по налогу на единый вмененный доход, а также уменьшать или прибегать к отсрочке арендной платы, в том случае, если конкретные предприятия или предприниматели используют государственное, краевое, либо муниципальное имущество. По нашим подсчетам, эти меры поддержки получат порядка 65 тысяч предприятий и конкретных предпринимателей. Стоимость этих мер поддержки составит порядка 3 миллиардов рублей. Закон, который это предусматривает, уже сегодня будет внесен в наше законодательное собрание, и мы надеемся, депутаты его рассмотрят уже на этой неделе. И в заключении мной дано поручение и Министерству экономики, и отраслевым министерствам в ежедневном режиме осуществлять мониторинг состояния нашей экономической и деловой активности и вместе с предпринимательским сообществом разрабатывать дополнительные меры, которые будут касаться как отдельных предприятий, так и отраслей в целом. И как всегда, хочу пожелать вам организованности, выдержки и терпения. Будьте здоровы и берегите себя. Это был комментарий губернатора Красноярского края Александра Уса. Сегодня глава региона рассказал о ситуации с коронавирусом в крае, в том числе об экономической обстановке. В частности, Александр Ус прокомментировал меры поддержки населения и предприятия Красноярского края в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Кстати, многофункциональные центры Красноярска уже начали принимать документы на получение пятитысячных выплат на ребенка, который предложил президент страны Владимир Путин. Правда, получить услуги в МФЦ можно только в режиме дежурного окна. Записаться на определенное время на прием можно через сайты МФЦ или госуслуг. Также это можно сделать по телефону горячей линии, которая работает в регионе для консультации населения. По номеру 8 800 153 19 жители региона могут получить консультации специалистов Министерства здравоохранения и социальной политики и сотрудников пенсионного фонда. Пожилые люди, кому нужна помощь в доставке продуктов или лекарств, могут по этому номеру узнать о работе волонтеров. А вот бизнесмены по этому же телефону могут получить консультацию специалистов Министерства экономики и регионального развития края. Просто нужно при звонке на горячую линию 8 800 153 19 набрать дополнительный номер 6 и можно будет задавать свои вопросы или оставить предложение. Также для предприятия работает телефон горячей линии самого Министерства экономики края 8 958 849 73 55. Он организован на базе центра «Мой бизнес». По этому номеру можно не только звонить, но и отправлять текстовые сообщения в самых популярных мессенджерах с вопросами и предложениями. Запишите номера и обращайтесь. Все звонки на горячей линии бесплатные. Это была программа интервью. Берегите себя и своих близких. Оставайтесь дома и смотрите Енисей. Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!